так ребятки выезжаем первые метры привет все мужики продолжаю дальше с трактором со своим так пришли мне шланги друг мне сделал за что ему конечно огромнейшее спасибо поэтому сейчас буду брать их и устанавливать шланги по два метра один край прямой 2 под 90 попросили такие сделать поэтому сейчас буду все это дело брать и ставить уже потому что смазку я залил осталось только одни шланги ну тогда уже можно будет пробовать хотя особо испытать его негде потому как у нас сухо у нас нет у нас не дождя не грязи не снега поэтому выехать хотя бы просто проехаться что она покажет но там уже ждать либо хорошего дождя либо сня хотя уже прохладно у нас поэтому ждать на на только сне в общем ладно буду устанавливать так братва залил я уже воду трактор ну естественно поставил рукава подвязал такими пластиковыми стяжками покуда так но там зима будет сделаем сюда все аккуратненько проведем все по уму покуда так можно сказать что примитивно так сделал все это же посвязывал то есть вот так вот получилось сейчас буду пробовать запускать и проверять рулевое ну в общем все это буду проверять пробовать выезжать так что ладно идем дальше а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Продолжение следует... Итак, ребятки, провели мы испытания своих трудов, то есть все проверили, как видели, все работает, хотя, конечно, хотелось бы проверить где-то в снегу, ну или в нормальной грязи, но... Ой, такая погода у нас... Ну, работает и уже хорошо. Так, скажу свое впечатление. Все меня устроило, все довольно-таки хорошо получилось. То есть доволен я работой. Ну, проехался я, видели вы, то есть я ездил по дороге, ну, по этому, по асфальту проехался. То есть рулевое все работает нормально, то есть никуда не кидает, ничего, все отлично работает. Нету никакого гула, проверил на всех передачах, то есть включал кардан, ну, раздатку включил, то есть проверил, никакого шума раздатки не слышно на всех передачах. На пятой, естественно, ну как, там просто вой уже этого, самого моста на пятой, но это у всех МЗ. Вот, а так, то есть работали раздатки, я доволен, то есть никаких посторонних шумов я не нашел, там никакого там скрежета, воя, все работает четко. Включается раздатка, все четко, все работает четко. Так, проехался я по полугум, то есть по неровностям. Подвеска работает отлично, то есть мне есть с чем сравнить, допустим, ну, был раньше простой передок, и теперь этот. То есть, хотя там многие спрашивали, что, спрашивали, говорили, что, ну, пружина это, желательно без пружин передний мост. Ну, я скажу, что, все отлично работает, то есть, как можете заметить, есть еще куда играть пружином, то есть вполне хватает, потому что некоторые говорили, что, допустим, двигатель Т-40 и двигатель ЮМЗ разные по весу. Я согласен, что они разные по весу, но многие, у многих я наблюдал, допустим, у кого на Т-40 стоит передний мост, у них перед пригружен, ну, примерно килограмм, я даже наблюдал, килограмм по 250 нагружено. Вот здесь вот такой бампер и нагружено грузом до килограмм 250, поэтому я считаю, что пружин вполне хватит. Работает все мягко, все четко, мне, допустим, работа понравилась. Если раньше бывает по неровностям, едешь как на колон, то сейчас, можно сказать, что трактор плывет по сравнению с тем мостом, вернее, с тем передком простым. Так, по рулевому, то есть углов поворота мне вполне хватает. То есть, естественно, чуть, конечно, меньше, чем был на обычном передке угол поворота, чуть поменьше. Но все равно угла поворота вполне хватает в ту сторону и в другую, то есть левую и правую. То есть, вы видели, мы показали вам, допустим, какой угол поворота, то есть, все довольно-таки отлично. Бывают еще и сейчас поступают вопросы, потому что, как будет играть балка, опять же, на этом. Получается, у вас двойной угол этого излома. То есть, как я говорил раньше, эта переходная плита, она стоит мертва. Вот этими болтами она зажата мертва, то есть она стоит мертва и мост играет чисто на родном сорокановском крабе. Вот она, вот здесь, где место, на котором сам мост балансирует. То есть, эта плита стоит мертва. Так, то есть, сказал я теперь свой этот, свое мнение по передку. Теперь, дальнейшие наши планы, что нас ждет дальше. То есть, все, мы проверили, все этим довольны. Теперь, шланги, которые идут до этого, до цилиндра, до рулевого. Я хочу, конечно, сделать по-культурнее, потому что сделал я, конечно, по-хабному, можно сказать, по-колхозному напрямую кинул, там подвязал их и все. То есть, хочу теперь все это окультурить, чтобы все это шло культурно. Так, убрал я свои эти два ящика, потому как они перекрывали мне доступ до этого, до подвесного. Вот такой янтезовский ящик сюда установил, то есть, мне его вполне хватит, под ключи, там, несколько болтов, потому что, так, гайки, кинуть с собой дорогу. То есть, этого ящика мне хватит. Так, еще. Естественно, сами понимаете, что без крыльев, конечно, трактор похож. Непонятно на что, поэтому в дальнейшем планируем установить крылья, те, которые у нас стояли пластиковые, с НТЗ-82. Попробовали найти родные кронштейны, то есть, дефицит очень серьезный. То есть, везде, во всех интернет-магазинах обзвонили, писали на электронную почту. В общем, в одном магазине нашли, сейчас ждем, но придут только верхние кронштейны. То есть, нижние придется делать самим. То есть, в дальнейшем установка крыльев. И, естественно, сюда хочу установить этот самый кронштейн такой для грузов, для противовесов. Вот. Возможно, потом, в дальнейшем установлю несколько, ну, куплю, может, где-то найду. Установлю сюда, ну, штучки, штучки 4 груза. Вот. Немножко хочу все-таки пригрузить еще передок. Вот такие планы дальнейшие по этому переднему мосту. Ну, а так, в принципе, и все. Ну, и потом, в дальнейшем капот немножко хочу переделать. Вот такие вот дела. Ну, а на этом будем с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok